Добрый день, я вас всех приветствую. Извиняюсь, что немного волнуюсь пока, потому что аудитория довольно-таки большая. И тема у нас сегодня будет довольно-таки специфическая. О чем сегодня я вам хочу рассказать? Сегодня не будет какой-то такой голой, лысой теории, которую можно прийти, повещать, наложить вам что-то в уши, что-то в голову, и вы выйдете, это забудете. Сегодня мы будем заниматься чисто практикой. На моей чисто практике сразу небольшая преамбула, чему вы научитесь. Первое, что я бы хотел отметить, информация, которую я сегодня выдам в своем выступлении, она носит, скажем так, очень опасный характер, и реализовать ее может каждый из вас, абсолютно каждый. То есть мы сейчас находимся, мы здесь все вроде бы белые, пушистые, но кто-нибудь из вас, выйдя из этой презентации, может через несколько часов это все реализовать и стать, скажем так, криминальным элементом. Сегодня, к сожалению, не была получена мною лицензия на осуществление вмешательства в работу уже существующих сотовых операторов, поэтому мы сегодня с вами сами станем сотовым оператором. То есть мы сегодня сами поднимем сотовую сеть, вы сможете это все сделать и воспроизвести в дальнейшем, скажем так. Но, повторяюсь, мы сегодня делаем это все только лишь в образовательных целях. Также хотелось бы отметить перед началом, что мне нужно было сегодня провести воркшоп. Что такое воркшоп, я не знаю. Я этого тупо не понимаю, поэтому показывать вам по шагам, как это сделать, ну, я считаю бессмысленным. Поэтому в результате, в ходе моего выступления будет несколько ссылок. Первая ссылка будет уже на полностью готовый продукт, который вы можете загрузить к себе в любой ПК. Уже полностью сконфигурированная система. Фактически вам нужно будет просто подключить дополнительное оборудование и нажать пару кнопок. Также для тех, кто хочет разобраться в этом вопросе досконально, я также приведу ссылку на полнейшую инструкцию по установке всех компонентов и по работе с ними. Итак, что же сегодня мы будем с вами делать? Ну, как я и говорил, в моем выступлении вы сможете по его результату фактически за сумму в 500 гривен реализовать комплекс прослушки. Комплекс прослушки или же поднять персональную свою сотовую сеть. Напоминаю, что использовать те знания, которые вы получите в незаконных целях, это статья 361, часть 1 Уголовного кодекса. Поэтому мы учимся, просто учимся. Итак, перехват GSM трафика. Я отойду немного со сцены, чтобы не заграживать вам главный экран. Мы сегодня рассмотрим два метода перехвата трафика и можем реализовать их оба. Первый перехват трафика – это пассивный перехват трафика. У каждого из вас есть мобильный телефон, каждый из вас регулярно пользуется сотовой связью, вы пользуетесь банками, вы пользуетесь социальными сетями, платежными системами и так далее. Вы передаете постоянно конфиденциальную информацию. При пассивном методе перехвата – это очень сложный метод перехвата, есть его три основные разновидности. Первая разновидность его – это перехват вот такой вот аббревиатуры ARFCN. Аббревиатура ARFCN – это абсолютный радиочастотный номер канала. Что это такое? Это просто номер канала, номер радиочастоты, на который вещает ваш сотовый оператор. Как можно реализовать данный способ перехвата? Его можно реализовать с помощью, сейчас покажу, либо же уже готового комплекса перехвата. Эти комплексы перехвата, они продаются свободно фактически в сети интернет, их можно найти. Сумма, правда, за эти комплексы составляет, ну, начиная от 50 тысяч долларов. Это просто идет ноутбук, к ноутбуку подключена антенна, и что выполняет данный ноутбук? Он сканирует, вот сейчас, если мы, например, его запустим, он, кстати, вот здесь вот лежит. Если мы его с вами запустим, мы сможем увидеть все каналы сотовых операторов, которые находятся вокруг нас. После того, как мы его запустим, мы можем подключиться к этому каналу и перехватывать информацию. Но перехватывать информацию мы можем только лишь в зашифрованном виде, потому что сотовые операторы, они беспокоятся о своей безопасности, о безопасности своих клиентов, ну, это очень-очень беспокоится, в общем. И мы можем перехватить сигнал только лишь в закодированном виде. Для того, чтобы его раскодировать, нам необходимо будет применить еще такое понятие, как радужные таблицы и инструмент Kraken для его расшифровки. Но это все очень сложно, выражаясь культурно, это нам не нужно абсолютно. Этот пассивный метод перехвата сложен в исполнении даже опытному специалисту, поскольку на одного сотового оператора, даже мы сейчас с вами находимся, я не буду говорить какого, выбираем любого сотового оператора, мы найдем у него как минимум 4-5 абсолютно радиочастотных номеров канала. Соответственно, нам необходимо подключиться к этому абсолютно радиочастотному номеру канала и искать информацию. Но информацию вы получите в каком виде? Вы не сможете даже с помощью этого комплекса найти какой-нибудь определенный телефон, потому что номера телефонов в GSM-сети просто не используются. Они хранятся только в базе данных сотового оператора. И используются для адресации вызовов и адресации смс-передачи данных только лишь номера EMCI. Это внутренний идентификатор вашей сим-карты. Поэтому вам необходимо сначала будет узнать EMCI абонента. Как это узнать, я расскажу, конечно же, и вы сможете каждый это попробовать на себе. Но фактически, если бы мы с вами были злоумышленниками и хотели бы вот прямо сейчас, я здесь нахожусь, прямо сейчас перехватить телефон вот этого человека, ну у меня уйдет на это примерно, ну может быть, 3 часа, может быть, 4. Ну, соответственно, нас этот метод абсолютно не интересует. Но ввиду того, что этот метод именно пассивного перехвата, он такой сложный в исполнении, он очень сложен и в обнаружении. То есть мы не создаем свою поддельную базовую станцию, мы просто вклиниваемся в канал связи и прослушиваем его. Соответственно, выявить такой комплекс перехвата крайним образом сложно. Можно это выявить только лишь с помощью мобильных средств пеленгации. То есть если, например, просто искать, где находится этот человек фактически. Поэтому этим методом мы пользоваться не будем. Следующий метод – это перехват на уровне оператора. К сожалению, мое выступление попадает под небольшую цензуру, оно попало, поэтому на этом методе перехвата я останавливаться не буду. Кому интересно узнать, вы можете, есть два закона, которые я сейчас демонстрирую на экране, вы можете узнать информацию непосредственно из них. То, что сотовые операторы обязаны размещать у себя оборудование для, ну назовем это так, для прослушки, для перехвата трафика. И следующий наш уровень перехвата – это перехват на уровне сети ОКС-7. Сеть ОКС-7 имеет английскую аббревиатуру Signaling System 7. Эта технология ведет начало еще в 70-е годы. В 70-х годах, когда фактически начала внедряться мобильная связь, мало кто думал о безопасности, потому что это круто, это невероятно, ты носишь с собой маленькое устройство, но тогда, конечно, не маленькие, тогда в два раза больше, чем мой чемодан были такие, это только батарея была, еще плюс трубка такая. Поэтому тогда никто о безопасности не думал. Сейчас все сотовые операторы работают на этом стандарте. Уязвимости протокола SS7 мы сегодня с вами тоже рассмотрим. Я просто так сразу скажу, что если получить доступ в сети SS7, вы получаете полный доступ к телефону любого человека в любой точке мира. Незаконные криминальные элементы реализуют это следующим образом. Можно купить лицензию оператора где-нибудь в Африке. Эта лицензия продается, ее можно найти в Дарквебе. Стоит она начиная от 650 долларов. И вам дает доступ в сети SS7. Дальше вы фактически можете любого абонента, где бы он ни находился, вы можете узнать его геолокации, вы можете перехватить его смс, вы можете сделать с ним все, что угодно. Абсолютно. Перейдем дальше. Активный метод перехвата. Я не зря написал эту цитату. Что же такое активный метод перехвата? Активный метод перехвата – это когда используются либо же мобильные комплексы перехвата, и только они, только они фактически. Вот в этом чемоданчике как раз находится этот комплекс. Он вас очень удивит, когда я его достану. Что он выполняет? Что выполняет этот мобильный комплекс перехвата? Мы сейчас с вами находимся здесь, и нас окружают базовые станции. Базовые станции операторов, к которым автоматически подключается наш телефон. И исходя из этой цитаты, я вам скажу так, что ваш телефон, он не выбирает базовую станцию. Он выбирает базовую станцию с самым сильным сигналом и автоматически подключается к ней. Соответственно, если мы с вами сейчас развернем здесь такой мобильный комплекс перехвата, моя поддельная базовая станция будет самой сильной, и вы автоматически без вашего ведома подключитесь ко мне. Это то, что мы с вами сегодня будем делать, то, что мы с вами сегодня будем реализовывать. Это объяснение, я уже его объяснил. Виды мошенничества. На этом хотелось бы остановиться отдельно. Методы поддельной базовой станции, методы перехвата трафика с помощью поддельной базовой станции, они широко используются по всему миру, но почему-то практически не используются в Украине. Хорошо это, неплохо. Для нас, наверное, хорошо. Методы мошенничества. Рассмотрим их более детально. Представим себе, у нас есть, ну давайте так абстрактно просто представим, есть какое-нибудь сообщество людей. Назовем это так, организатор, второй человек водитель, третий человек техник. Они создают организованную преступную группировку. Они, вступая в преступный сговор с сотрудниками банка, получают информацию о вкладах жителей, о сумме вкладов вкладчиков данного банка, извиняюсь за тавтологию. И вот представим мы, что какой-нибудь гражданин Иванов имеет в банке А, ну, например, несколько миллионов гривен. Пусть абсолютно абстрактная любая сумма. Работник банка за определенное вознаграждение выдает нам эту сумму, то есть он говорит, какая сумма находится на счету. Он сообщает нам мобильный номер этого абонента и он сообщает, где этот абонент находится, то есть где он проживает. Дальше тот же самый водитель, у нас, вы помните, три человека есть в преступной группе. Тот же самый водитель, он выполняет функцию, например, наружного наблюдения. Он просто следит за данным человеком, поскольку сотрудник банка может предоставить даже и фотографию. Он просто следит за местоположением данного вкладчика и составляет распорядок его дня. Далее в выбранный день вместе с водителем, приезжает еще и техник. Что делает техник? Известна квартира. Например, это будет происходить ночью, к примеру. Человек просто подходит к двери квартиры, разворачивает мобильный комплекс перехвата, далее делает из себя базовую станцию, инициирует снятие денег со счета абонента и смс-ку он фильтрует на своей базовой станции. То есть смс-ка не дойдет до абонента, она останется непосредственно на базовой станции. Соответственно, на все про все необходимо максимум 5 минут на реализацию этого. За один вечер таких преступлений можно, ну фактически сколько вот хватит вечернего времени до того, как люди пойдут утром на работу, можно это все будет совершить. Ну и потом уже сели на самолет, куда-нибудь дальше, а человеку потом долго будет необходимо рассказывать, что он не дурак, что его деньги откуда-то непонятным образом с его счета исчезли, было подтверждение по смс. Но также по поводу банковской безопасности хотелось бы еще остановиться здесь и осветить два вопроса дополнительных. Первое. Если транзакция, например, будет проходить в вечернее время, в ночное даже время, в службе безопасности банка это может показаться подозрительным. Она может просто-напросто эту транзакцию заблокировать. Что идет дальше? Дальше на этого вкладчика есть полностью вся информация, которая была предоставлена, скажем так, сотрудникам банка, который вступил в преступный сговор, с организованной преступной группировкой. Далее. Поскольку мы имеем эту базовую станцию, мы можем позвонить от имени абонента, не использовать какую-то банальную подмену номера в виде СИПа и так далее. Мы можем позвонить от имени абонента в банк и сказать, что эта транзакция является легитимной. Подтверждение, все, когда был счет сделан, какое кодовое слово, мы все это введем. Ну, точнее, не мы, а преступная группировка. Они все это сообщат. Также еще у нас в Украине, например, такого метода защиты банковских операций нету, но он очень сильно распространен в граничащих с нами странах. Это защита от восстановления сим-карты и защита от подмены номера. Каким образом это реализовано? Я не зря вам сказал в начале своего выступления, что мобильный номер, он у сотовых операторов, он фактически не несет, не является идентификатором. Это внутренний чистый идентификатор. Все в основном основано на коде EMCI. Код EMCI – это код сим-карты. Назовем его так просто. Не буду вам какую-то институтскую лекцию здесь читать нудную. Так вот, когда идет вход в интернет-банк или, например, подтверждение какой-либо транзакции по телефону, как банк может определить, была ли восстановлена эта сим-карта? Может быть, преступный элемент взял каким-либо образом с помощью, опять же, преступного сговора с сотрудником сотовой сети, он взял и восстановил эту сим-карту. Такое может быть, может быть вполне. Как банк от этого защищается? Он проверяет ваш EMCI. Как он может проверить ваш EMCI? Вы можете это сделать сами элементарно. Сервисы, которые позволяют это сделать, я вам не буду сейчас показывать, не буду заниматься рекламой. Вы можете просто воспользоваться сервисом Google. Есть так называемый HLR-запрос. Аббревиатура из трех букв. Выполняя HLR-запрос, вы можете получить информацию о том, где находится данный абонент, находится ли он в сети, и его номер EMCI. Эта информация у абонента не отображается. То есть ему приходит, грубо говоря, скрытая смска, назовем это так. Ничего, абсолютно экран телефона, он полностью будет чист. Ну, разве что на некоторых моделях андроида иногда экран просто-напросто загорается. Он может загореться, но никакая информация о нем не отобразится. Так вот, с помощью HLR-запросов банки проверяют номер, не был ли он подменен, не была ли сим-карта восстановлена. С помощью активного комплекса перехвата можно этого всего избежать. Злоумышленники могут всего этого избежать, соответственно, они могут позвонить в банк, они могут принять смс, и EMCI-номер будет всегда тот, который был в момент регистрации в банке. Поэтому таким способом мошенничества у нас мало. Я даже не слышал, наверное, еще, или в публичной информации не было, чтобы кто-нибудь такое делал. Но это вполне может произвести человек, абсолютно любой, даже любой из вас. Но я вам этого, конечно, не рекомендую делать. Далее. Ну, второй момент – это обход процедуры интерконнекта. Что это такое? Дело в том, что, представим себе, мы уехали куда-нибудь отдыхать. Мы уехали куда-нибудь отдыхать, и нам необходимо, мы не хотим платить за роуминг, например. Как нам поступить? Мы можем элементарно перед отъездом развернуть здесь свою поддельную базовую станцию, которая будет ретранслировать запрос в сеть существующего оператора. Что мы делаем дальше? Когда мы уехали в какую-либо другую страну, мы просто берем, открываем там такой же комплекс перехвата, который создает вокруг нас сеть нашего украинского оператора. А связывается он с нашим комплексом перехвата, который находится здесь в Украине, просто-напросто по интернету. Таким образом, есть возможность обойти процедуру интерконнекта. Процедура интерконнекта – это когда, ну, фактически, просто так скажу, роуминг, не буду вас напрягать. Таким образом, мы можем, например, вот хотим мы пользоваться банком каким-нибудь украинским, который не разрешает нам звонить из роуминга. Мы открываем здесь этот комплекс перехвата. Далее мы можем из любой точки мира, абсолютно из любой точки мира звонить, и банк будет видеть, что мы находимся действительно в Украине. Точно таким же методом можно пользоваться, например, при терроризме. При том же самом терроризме можно этим пользоваться. Метод интерконнекта, обход процедуры интерконнекта, он является незаконным. Он тоже является незаконным. Поэтому, если бы он был законен, то вы бы, приезжая в какую-нибудь там Турцию, например, вы бы видели все сети сотовых операторов и, например, сидели бы в какой-то определенной кафе, где у вас есть ваша мобильная связь. Следующее. Обход банковской верификации по MCI я осветил чуть выше. Ну, пункт 4. Совершение принятия звонков на номер абонента. Здесь понятно. Мы можем сделать фактически даже клон сим-карты, можем сделать его виртуальной, например. То есть у нас будет виртуальная сим-карта, которая состоит из двух идентификаторов. Идентификатор MCI и внутренний идентификатор Kee. Обладая двумя этими идентификаторами, мы можем сделать полную копию сим-карты. Точно таким же образом мы можем эту копию сделать не виртуальной, а физической. Для того, чтобы сделать физическую копию, нам необходимо просто устройство для записи. Его можно купить абсолютно свободно, даже у нас в Харькове на радиорынке. Стоит оно, если я не ошибаюсь, 225 гривен. Ну, по-разному. Но нам необходима еще и сим-карта. Сим-карта, на которую записать информацию. До 2009 года все наши сим-карты, которыми мы обладаем, они были перезаписываемы. То есть мы могли взять сим-карту, накатать на нее абсолютно любой номер. Сейчас от этой процедуры ушли. И для того, чтобы сейчас получить перезаписываемую сим-карту, необходимо просто обратиться в Алиэкспресс или Таобао. Стоимость такой сим-карты составляет 4 гривны 59 копеек одной. И фактически можно ее перезаписывать неограниченное количество раз. И, соответственно, у вас будет номер любого абонента. Вы можете свою сим-карту клонировать сколько угодно раз, например. Ну, по-разному. Далее. Ну, пункт номер 5. Компрометация телефонных переговоров и смс. Очень актуальный момент, особенно в период, например, тех же самых выборов. Тех же самых выборов, то есть найти информацию на конкурирующую какую-либо политическую партию, на какого-либо депутата, для того, чтобы, скажем так, его выбить из предвыборной гонки. Потому что у каждого есть свой скелет в шкафу, и какой он будет конкретно у этого человека, неизвестно. Но в любом случае эта информация, она может не только в период предвыборной гонки нам послужить, но она также может и быть предметом шантажа. То есть если идет шантаж какого-либо высокопоставленного человека, на его откаты, на его темные сделки, информацию о которых он сообщает по телефону, такие люди, их большинство, как бы это ни казалось странным. То есть эту информацию преступные элементы могут использовать для шантажа и получения, соответственно, какого-либо денежного вознаграждения. Шестой пункт, самый простой, он очень распространен в Китае. Китай, кстати, является, наверное, передовой страной в плане GSM-перехвата. Комплекс GSM-перехвата полностью весь, со всеми инструкциями, все что угодно. Можно приобрести там, начиная примерно от 800 гривен и заканчивая 10 тысячами. То есть все полностью прислали его. Границу китайцы обходят очень просто. Сам комплекс перехвата является незаконным, но если его разобрать и послать по частям, все части в отдельности, они являются абсолютно законными. Поэтому ни на границе нигде не будет никаких проблем. Только лишь в этом году было поймано, если я не ошибаюсь, 1516 человек, которые занимались рассылкой SMS-спама. Они клали в машину ноутбук и просто ездили по городу. Все телефоны, мимо которых они проезжали, они автоматически подключались к этой базовой станции и, соответственно, получали тот SMS-спам, который был необходим. Эти SMS-ки могли быть чисто рекламного характера, с рекламой какой-нибудь продукции, но также эти SMS-ки могли быть от имени какого-либо банка, в котором находилась, например, ссылка для… фишинг-ссылка для получения какого-нибудь кредита и так далее. По-разному. Еще один метод перехвата, который у меня сюда просто не влез седьмым номером. Точнее, не метод перехвата, а метод мошенничества. Представьте себе, что есть возможность у злоумышленника, например, обокрасть 90% харьковчан. Ну, 90 фактически процентов населения любого города, или даже если долго поработать, 90% всей страны. Как это будет происходить? Например, мы берем, кто харьковчанин, мы берем, ставим машину возле станции метро-университет, к примеру. В этой машине развернут этот комплекс перехвата. Соответственно, все люди, которые заходят, выходят из метро, там большой пассажиропоток, они автоматически подключаются к нашей базовой станции, после чего мы можем, точнее, не мы, опять же повторяюсь, злоумышленники. Злоумышленники могут, собрав все идентификационные номера MCI и KEE от сим-карт, они впоследствии в один день могут, например, использовать те же самые платные смс-ки, платные номера и так далее. То есть это может быть, например, какая-нибудь съемная квартира, это может быть что угодно, это может быть в чистом поле ноутбук, и к нему подключенный пауэрбанк. После чего скрипт начнет просто-напросто звонить или отправлять смс-ки на платные номера. Соответственно, злоумышленники могут находиться в совершенно другой стране, а деньги будут капать. И таким образом можно, как я говорю, фактически все, кто будет проходить возле университета и кто обладает мобильным телефоном, они все, скажем так, потеряют свои деньги. Это далеко не все методы мошенничества, более изощренные, более извращенные, я бы даже сказал, мы рассмотрим чуть позже. Следующее. Практика. Практика как раз является тем моментом, ради которого мы с вами собрались. Как я вам говорил, мы все сегодня рассмотрим на практике. Итак, что же находится в этом черном чемоданчике, коричневом точнее. Здесь может находиться комплекс перехвата. Ну пока тут бутылочка боржоми, извиняюсь. Так. Ну, из чего, собственно говоря, состоит комплекс перехвата, который может создать каждый из вас. Первый – это просто самый обычный ноутбук. Это может быть ноутбук, это может быть нетбук, любое фактическое устройство, на которое мы можем установить операционную систему Linux. Вот, кстати, очень хорошая цитата от Белла Гейтса. Дело в том, что проект, которым мы сегодня будем пользоваться, он как раз был создан из-за лени. Из-за лени и из-за недостатка денег платить за более дорогие и профессиональные комплексы перехвата. Итак, первое. Ноутбук. Он может быть абсолютно любой, повторяюсь. Его можно использовать свой, можно использовать любой. Второе. Момент. Второе. Кабель-преобразователь TTL. Что это за кабель-преобразователь? Это фактически кабель, с помощью которого можно соединить телефон и ноутбук. Их есть два вида. Первый вид. Вот он у вас на экране. Вот этот кабель. Этот кабель был собран за примерно в прошлом году за, может быть, 70 гривен, может быть, 80. Примерно так. Из запчастей, которые были куплены на нашем радиорынке. Второй кабель уже более профессиональный. Его можно купить уже готовым. Кому лень паять. Этот кабель компании Sysmo.com, он фактически ничем не отличается. То есть тот же самый USB-порт и порт миниджек. Вот внизу вы видите ссылку для его покупки. Вот как он выглядит. Использовать самодельный или использовать кабель фирменный абсолютно никакой разницы нет. Разница есть только в цене. Если самодельный можно собрать, повторяюсь, за 70-80 гривен, то профессиональный он стоит 13 евро. Ну, небольшая совершенно разница в цене. И изюминка того, из чего фактически можно сделать мобильный комплекс перехвата, это просто-напросто старинные-старинные телефоны Motorola. Я их сейчас продемонстрирую. Сколько еще? Огонь. Вот. Телефоны Motorola. Можно использовать их в корпусе, купить на радиорынке, например. Или же можно заказать чисто материнскую плату чуть позже. Из Китая. Почему мы используем непосредственно, почему нам необходимо использовать, данные телефоны? Дело в том, что у них внутри называется такой чипсет, их процессор фактически, чипсет Calypso. Исходные коды управления данным чипсетом, они были слиты в интернет. Поэтому превратить в активную базовую станцию можно любой телефон, но самый простой метод это как раз использование вот этих вот Motorola. Они уже, они кстати бывают двух видов. Хотелось бы об этом рассказать. Первый вид этих телефонов Motorola. Это обычный, который можно купить на радиорынке. Второй вид их это перепаянные телефоны Motorola, то есть в которые уже была внесена модификация. В чем разница? Для создания поддельной базовой станции можно использовать самый обычный телефон и не вносить в него никакие изменения. Для того, чтобы использовать пассивный метод перехвата трафика, о котором мы с вами говорили изначально, в нем необходимо перепаять два фильтра, для того, чтобы мы могли перехватывать не только исходящий трафик, но еще и входящий. Без перепайки он получает только лишь исходящий трафик. Вот фактически и все. Вот из этих вот трех компонентов и можно собрать свой комплекс перехвата. Также есть еще одна немаловажная вещь. Если просто взять ноутбук, включить в него кабель и подсоединить телефон, у вас ничего не получится абсолютно. То есть необходимо, чтобы им кто-то управлял. А кто им может управлять? А управлять им может непосредственно программное обеспечение. Программное обеспечение, которое… Мы используем только open source программное обеспечение. Поэтому все исходные коды есть в открытом доступе в интернете. Их можно посмотреть, их можно модифицировать, у кого хватает знаний каких-либо. И что за программное обеспечение мы используем? Первое программное обеспечение называется оно Asmocom. Этот проект, ссылку на который вы можете увидеть здесь на слайде, также найти его в интернете, это программное обеспечение. Оно было призвано, скажем так, по их создателям сделать мобильную связь абсолютно бесплатной. То есть уйти от использования сотовых операторов. Но поскольку это проект более, скажем так, любительский, соответственно, внедрить его в массы не дадут ни сотовые операторы. Ну и, соответственно, исследователи сами это вряд ли смогут сделать. Это первая часть. Asmocom он управляет непосредственно самой Моторолой. Но этого еще недостаточно для того, чтобы эта Моторола превратилась в поддельную базовую станцию. Необходимо еще одно программное обеспечение. Программное обеспечение OpenBTS. Я использую программное обеспечение OpenBTS 5-й версии, самый последний. Его тоже. Оно полностью open source, бесплатное. Его можно элементарно найти в интернете. Но даже если мы скачали это, к сожалению, там не будет такой кнопочки нажать перехват, слить все деньги. Такого, к сожалению, там не будет. Поэтому нам необходимо это все не просто установить, нам необходимо это еще и скомпилировать. Как я говорил ранее, формата проведения воркшопа я чуть-чуть не понимаю. Поэтому я сделал всю работу за вас. Я сделал всю работу за вас каким образом? Вы сейчас видите информацию о ссылку на файлообменники. По первой ссылке находится уже полностью готовый образ операционной системы, которую фактически необходимо просто виртуализировать с помощью гипервизора. Обычный виртуалбокс или в мваре. Подключить телефон и запустить. То есть по первой ссылке находится то же самое, что находится установленное у меня в ноутбуке. Я сделал там, точнее, там находятся две версии. Первую версию можно установить, вторая версия – это живая версия. То есть даже если вы что-нибудь по незнанию удалите или что-нибудь у вас пойдет не так, вы сможете всегда вернуться к изначальному результату. И вторая ссылка, она ведет на чистую операционную систему Ubuntu версии 14.4. Почему именно эта версия, а не последняя? Потому что с последней версией OpenBTS конфликтует. Поэтому собрать у вас там вряд ли получится это. Ну, на этом, наверное, мы сделаем сейчас небольшой перерыв. После перерыва мы уже перейдем непосредственно к практике и конструкциям, как это все реализовывать. Спасибо. Давайте продолжим. Давайте продолжим, перейдем к нашей второй части. К сожалению, демонстрацию экрана мы сделать не сможем. А пока я буду проводить сейчас подготовку к еще одной части нашей, ко второй части моего выступления, я вам скажу так, что вот мы рассмотрели, вы поняли, что сотовые сети, они очень небезопасны. Но из всех я бы хотел выделить одну сеть. Это сеть Kyivstar. Она не ломается. Почему, вы сейчас узнаете. Ребят, можно подержать аплодисментами. Как вы видите, не только сеть Kyivstar не ломается, но и данная девушка, парни, не надейтесь, она не сломается. Не надо. Вот такие эксперты в сфере безопасности. Kyivstar, давайте похлопаем, пожалуйста, потому что безопасность-то превыше всего. И это правда. Светлана, огромное спасибо. Теперь многие из парней отойдут в туалет на 15 минут. Спасибо большое. Дима, давайте поаплодируем Диме. Продолжим дальше, вернемся к теме. Ну, такую презентацию, как Светочка, я сделать, к сожалению, не могу или к счастью. Поэтому я просто, извиняюсь, жарко сниму пиджак. Ну, очень жарко, действительно. Сейчас, пару моментов. А, итак, давайте продолжим с того, на чем мы с вами остановились. Сейчас пока подгрузится системка наша. Первое. Были вопросы по поводу операционных системах и ссылок, которые очень длинные, но, к сожалению, сокращатель ссылок, просто постоянно все сокращатели ссылок, они убивали ссылку на Мегу абсолютно. Поэтому в конце данного мероприятия будет на сайте Hacket выложена презентация полностью со всеми ссылками. То есть вы все сможете там скачать и выкачать, соответственно, две данные сборки. Помимо того, что у вас будет ноутбук, у вас будет TTL-кабель, у вас будет Motorola, вам еще необходимы будут инструкции. Инструкции для того, как это все запустить. На следующем слайде вы увидите три различных инструкции. Я уже все сделал за вас. То есть по инструкции, это инструкции для тех, кто хочет создать данную операционную систему вручную. По первой ссылке вы можете установить Asmocom, скомпилировать его. По второй ссылке, запуск OpenBTS, это инструкция для запуска на готовом уже образе, который вы видели в предыдущем слайде. И третья ссылка, это ссылка на создание Calypso BTS. Это модификация программного обеспечения OpenBTS, опять же, от разработчиков Asmocom. Следующий момент. Алгоритм вашей работы. Как вам необходимо работать? Первое, что вам необходимо, это найти абсолютный радиочастотный номер канала. И что за ересь я сейчас вливаю в ваши уши. Дело в том, что ваша базовая станция, она не запустится и не будет работать, вы не поднимете своего сотового оператора, если вы не синхронизируете вашу поддельную базовую станцию с уже существующей. Это связано с защитой по времени. Дело в том, что если у вас время будет на вашей базовой станции отличаться хотя бы на тысячную секунды от, скажем так, я не знаю, что это за стандарт, если честно, потому что на всех базовых станциях есть одно время какое-то. У нас, если мы его не сделаем, ничего не получится. То есть вы синхронизируете это. В инструкции я все описал, как это необходимо сделать. Ваша Motorola, она определит все находящиеся рядом абсолютные радиочастотные номера каналов и подключится к самому сильному. То есть она будет такой небольшой мост выполнять. Но это опять же, это только синхронизация. Следующее. Это, соответственно, вы по моей инструкции запускаете OpenBTS и Osmo.com. На запуск у вас уйдет, может быть, одна минута, в принципе. Ввести буквально три команды в терминале. И третий пункт. Конфигурируем OpenBTS. Что это такое? Это самый важный пункт. И самый из всего моего выступления, он самый криминальный. Самый криминальный он почему? Дело в том, что когда вы просто запустите свою базовую станцию, вы просто создадите своего сотового оператора. То есть вы можете на телефоне, и мы сегодня с вами это сделаем, я запущу в конце выступления базовую станцию поддельную. И, соответственно, украду все ваши деньги, и вы меня больше не увидите. Но вы можете увидеть в списке сетей, сеть, которая будет называться 0101.01. И подключившись к этой сотовой сети, вам придет приветственное сообщение. Что будет в этом сообщении, я умолчу. Да, так вот, по поводу третьего пункта, самого криминального. Хотелось бы нагрузить вас еще двумя аббревиатурами. Это аббревиатура МЦЦ и МНЦ. Первая аббревиатура МЦЦ. Это аббревиатура, которая есть в абсолютно всех базовых станциях. Это аббревиатура в расшифровке Mobile Country Code. То есть в ней зашифрована информация о стране. Это всего лишь навсего 2-3 цифры. Эти 2-3 цифры, они указывают на страну. А аббревиатура МНЦ – это аббревиатура сотового оператора. То есть, например, у оператора А МНЦ 01, у оператора Б 02, 03 и так далее. Когда вы запустите свою базовую станцию, если вы измените на своей базовой станции в интуитивно понятном меню эти 2 параметра, вы автоматически становитесь преступниками. Почему? Потому что ваша базовая станция переключается в… она выдает себя за сеть того оператора, к которому вы его подключили. Соответственно, с момента запуска, с первой же секунды, все телефоны, которые находятся рядом с вами, они все будут подключены непосредственно к вашей базовой станции. Пока у меня идет здесь запуск сейчас, следующий момент. Как от этого защититься? Как от этого защититься и можно ли защититься? для пользователей наших мобильных телефонов. У пользователей Андроида ситуация очень хорошая. Ситуация очень хорошая с чем? Вы можете скачать… Ну, это один из примеров просто. Open source программное обеспечение, которое вы можете скачать не из Play Market, а из магазина, который называется F-Droid. Магазин F-Droid, там все приложения проходят тройную модерацию, перед их публикацией. И разработчики должны предоставить открытый исходный код данного приложения, прежде чем его опубликовать. Но это больше уже относится к созданию защищенного телефона. Из Play Market, надеюсь, меня Google не посадит за это, я бы не рекомендовал скачивать какие-либо приложения, которые направлены на защиту от подмены базовой станции. Почему? Потому что в последнее время они очень стали популярны, и, соответственно, они проходят процедуру так называемого рискина. Процедура рискин – это процедура, которой пользуются злоумышленники. Они берут любое приложение, которое занимает топовые позиции в Play Market. Они изменяют его внешний вид, после чего публикуют это приложение. И в приложении для того, чтобы злоумышленники могли его использовать, есть функция догрузки. То есть само программное обеспечение полностью белое, чистое, но как только вы установите его на свой телефон, у вас пройдет догрузка вредоносного программного обеспечения, которое превратит ваш телефон в одну из частей Батнета. Это самый простейший метод, как обходят злоумышленники модерацию своих приложений в Play Market. Для пользователя iPhone ничего подобного нет. Ничего подобного нет просто потому, что пользователи Apple позиционируют свои телефоны как защищенные, и вы не сможете просто с iPhone подключиться к поддельной базовой станции. Этот момент очень скользкий. Дело в том, что определение поддельной базовой станции практически во всех случаях оно основывается на отсутствии на этой базовой станции системы шифрования. Соответственно, ваш телефон просто говорит, что шифрование не поддерживается. Шифрование, кстати, управляется непосредственно базовой станцией. То есть сама система шифрования есть в сим-карте каждого из вас, но если базовая станция запросила шифрование, шифрование будет. Если она его не запросила, соответственно, шифрование не будет. На этом методе основана проверка базовых станций на легитимность у нас. В сетях 4G там еще и подпись базовой станции, то есть электронный сертификат. Так вот, если вы на своей базовой станции поднимете шифрование, то есть делаете систему шифрования, то это приложение, как и все остальные, будет полностью бесполезным. Ну и один момент. Пока идет поднятие базовой станции, я бы хотел, наверное, перейти к вопросам. Может быть, у кого-нибудь из вас есть вопросы по поводу того, что я влил в ваши уши сегодня. Насколько часто телефон проводит сканирование базовой станции для того, чтобы выбрать, какой подключиться? В среднем, ну эта процедура зависит непосредственно от самого аппарата, вопрос очень хороший. В среднем это при моменте включения его, в моменте, когда он выключен, точнее при включенном аппарате это раз в минуту, при выключенном аппарате это примерно интервал раз в 10 минут. Сделано это зачем? Телефон даже в выключенном состоянии сканирует находящиеся рядом базовой станции, чтобы при включении абонент сразу же получил свою связь, а не было у него необходимости долго ждать подключения к ней. Здравствуйте, спасибо, пожалуйста. Подписывайтесь на спецслужбе и находимся в спецслужбе. Вопрос хороший. Вопрос хороший. И спасибо за вопрос, потому что я про один момент совершенно забыл. Это радиус действия. Дело в том, что активную базовую станцию найти, если не знать о ней, крайним образом сложно для спецслужб. Разница почему? Дело в том, что моторола в таком виде, в котором она есть сейчас, у нее радиус действия всего-навсего 12 метров. Если к этой мотороле прикрутить еще и антенку, то здесь радиус действия можно увеличить и до фактически 100 метров. Больше 100 метров у вас все равно сделать это не получится, просто потому что не хватит мощности самой моторолы. Так вот, при таком маленьком уровне сигнала вычислить ее глобальными средствами, а не локальными пеленгаторами будет практически невозможно. То есть необходимо знать, где это преступление будет проходить в данный момент. Если же мы берем, например, пассивный метод перехвата трафика, о котором я говорил, который очень сложный, то здесь даже локальными методами возможность вычисления, она зависит от IQ специалиста, который его проводит. Если оно не сильно большое, то ничего не получится. Не увеличивает абсолютно. Перепайка фильтров влияет только лишь за получение трафика входящего при использовании пассивного перехвата. Без перепаянного фильтра есть только возможность получить исходящий трафик. Входящий получить нельзя, для этого производится перепайка. Совершенно верно. Вы можете ее фильтровать на своей базовой станции. Поскольку телефон подключен к вам, вы полностью им всем управляете. Хотите, запретите ему голосовые вызовы. Хотите, запретите ему смс. Просто захламнение канала идет, и все. Честно. Ну, честно, здесь вам лучше пообщаться с юристами, но я, когда изучал данные моменты, не нашел ничего, что на это бы указывало, что это является незаконным. Все эти соседи. В смысле на сколько? Один раз вы купили, но в зависимости от того, сколько будет ваша лицензия длиться, здесь может по-разному. Я не готов ответить на этот вопрос. С одной точки, что? Нет. Нет. Если базовая станция с шифрованием, можем ли мы... Чуть громче, пожалуйста. Если базовая станция с шифрованием, можем ли мы расшифровать пакеты, которые от абонентов пришли? Да, совершенно верно. Мы можем расшифровать пакеты эти. Эта процедура проходит при пассивном режиме перехвата трафика. Для этого просто необходимо эти пакеты, грубо говоря, записать полностью все в зашифрованном виде. После чего для их раскодировки использовать инструмент Kraken и радужные таблицы. Тоже все open source. У меня такой вопрос по поводу того, что вы сказали радиус действия не больше 100 метров. Возможно ли как-то модифицировать этот радиус действия, перепояв схему, либо используя несколько устройств? Нет. Использование нескольких устройств абсолютно не повлияет на радиус вашего действия. Для того, чтобы его увеличить, можно использовать телефон Sony Ericsson Z100, если не ошибаюсь. Он мощнее Motorola идет. Подскажите, пожалуйста, использование процессора – это по сути то, что запарено внутри самого телефона или и в самом GSM-модуле, который впаивается в телефон? В самом телефоне. То есть если я могу, например, взять какую-то плеску, туда впилить код базовой станции или то, что управляет GSM, то есть я могу прикрутить 7900 и управлять спокойно. Совершенно верно. У вас от процессора необходимо, чтобы были открыты исходные коды. То есть, например, почему используется Motorola? Потому что вся спецификация процессора, она есть у разработчиков Osmocom, она в публичном доступе находится. Соответственно, если имеется полная спецификация процессора, можно заставить процессор делать то, что вы захотите. Спасибо. Сейчас, секундочку. А возможно как-нибудь сделать вот такую базовую станцию только лишь с помощью одного телефона, а не так, чтобы был целый компьютер и телефон с собой таскать постоянно? Не готов сказать. Возможно, можно, но, честно говоря, я в этом вопросе, честно говоря, не помогу вам, не знаю. Если вы будете использовать эту станцию в движущемся транспорте, вы можете только, ну как бы, если вы подняли именно своего сотового оператора, вы можете его использовать в движущемся транспорте. Если же вы, например, как злоумышленник хотите использовать вашу станцию в виде моста между абонентом и реальной базовой станцией, то у вас ничего не получится, поскольку у вас будет постоянно меняться частота. Еще раз, громче, пожалуйста. потому что я ничего не понял. Если мы сделаем усилитель, допустим, вы можете, которые высказывают сигнал в определенной области, можно так это сделать? Чтобы он постоянно усилялся. И получается, мы будем усилять, а главное сделать. А вы часто на клип заходили с дымом сегодня, с конец? Нет, 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 нет. Помедленники. Продолжение следует... Сейчас, два вопроса осталось, все вопросы дальше уже после спика, и как раз будет у нас пауза перед награждением, ребят. Благодарю за микрофон. А если я увижу на своем телефоне номер станции, я выкуплю, что, короче, я подключен к вот этой вот станции, и смогу, короче, понять, как найти этого злоумышленника в радиусе 100 метров, это возможно ли сделать с помощью трех вышек базового содового оператора как бы работать? Попеременно, грубо говоря, менять их в процессе работы или как? Нет, я имею в виду найти месторасположение человека с этим вот ноутбуком и телефоном с помощью, ну, не выходя из дому просто, ну, не менять. Да, да, есть такая возможность, конечно. Возможность очень простая. Дело в том, что та же самая Моторола в самом начале, когда я говорил, что необходимо произвести сканирование на предмет самой сильной базовой станции, которая есть сейчас, для того, чтобы с ней установить, для того, чтобы с ней установить связь. Поэтому на той же самой Мотороле, если вы, например, на своем телефоне определили, что как-то определили, я не знаю, честно говоря, не знаю как, определили, что вы подключены к поддельной базовой станции, вы запускаете просто-напросто только чудачно такую же Моторолу и фактически пошли. Она показывает уровень сигнала. И когда уровень сигнала будет стопроцентным, значит, вот этот ноутбук. Ну, фактически можно так. Ответил на вопрос? Вот вы говорили про перехват звонков, смс-сообщений, а вот перехват интернет-трафика по другим частотам, там 3G, 4G. Не-не-не, Motorola, вот это вот устройство, оно поддерживает только лишь сеть 2G. Да, сеть 3G 100% есть. Для сети 3G необходимо использовать либо Android Prestigio 55.00 для сети 3G. Могу ошибаться, просто не помню. Могу после конференции, могу после конференции подсказать, какую модель. Либо же можно купить уже готовое устройство перехвата за 320 долларов на ЮАТАО, ТАОБАО. Что-что? Да, абсолютно. Самый главный, наверное, вопрос сегодня будет, как дальше жить, вообще зная, что так легко и просто можно любой телефон, голосовой трафик прослушать. А это ведущий сказал или нет? Нет, нет, я ответил только на вопрос ваш, я говорю, сходите в церковь. Тогда повторите еще раз вопрос, потому что я не понял, кто это со мной там говорит. Вот он. Ага, понял. Меня тут слепит. Вопрос-то вы услышали? Не-не-не, не услышал, еще раз. Как дальше жить, зная, что так легко прослушать телефонный трафик, голосовой трафик, смс, как защититься, что делать? Ну, Дим, ну я помог, я ответил на ваш вопрос. Защита вот там, колокола звенят сейчас, я думаю. Ребят, я думаю, что на этом этапе мы поаплодируем Диме. Огромное спасибо. На самом деле, правда, была одна из самых интересных, собственно, презентаций. Все вопросы, Дим, если вы не против еще, я уверен, что на вас сейчас нападут. Я буду в баре. Вот, да. Подходите, общайтесь с Димой. Но я думаю, что вам до бара сейчас еще полчаса не дадут дойти так точно, тем более, что... А что, смс-ка? А, вы обещали какую-то смс-ку, Дим? Да-да-да, сейчас поднимается еще. Вы увидите в баре.